опять у нас бурдом слышу куры орут они гоняют вот смотри они уже где он чуть делают они снизу пролазит смех до грех блин что коры потом перестанут нестись зачем я буду наливала выходит все потихоньку на разведку идут я буду подключать иголую актерею заполачивать и забивать молоток новым молотком эти пилотик походи об роллеры самые первые ну привет смотрите уже что ты все испортила ты чего все испортил а я хотела ее приручить а ты лезешь лезь до все тебя дорога до убирать рога сказали я сейчас тебе дам она сыт прям сюда ты чё сделала коза гуляет ими как метит каза глян каза глян коза глян коза глян Решан, знаешь, что она сделала? Она туда залезла и настала. Как ее назвать? Нормальная. А я закрыла. Надо вон те эти убрать. Они, видишь, бегают. Они их просто переломают. Я, если честно, бройлеров почему-то боюсь. Они кусаются. Даже нам соседи сказали. Они клюют, клюют, клюют. И они, знаете, такие, если ты вот зайдешь, они тебя вот так окружают и начинают клубать. Куры обыкновенные они не такие. А бройлеры, да, они кидаются. Петухи кидаются. 질ка. Н 쉬. Вот, что орем теперь? А? Иди сюда. Иди, иди сюда, иди, 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 иди сюда. Ну, поросята, смешнючие. Ой, не могу. Ой, не могу. Смотрите, на куда. Я же говорю, бройлеры постоянно окружают. Ого. Оу. Рушанка, это, кондиционеры приехали, ждут. Сыгану езжать не хочет. Представляете, его не могут. Уже полчаса с ним возятся мужики. Не хочет. Светло начали возить. Повезли на сахарный завод. Свеклу. Мы ездили в Павловску за кормами для птиц. Там мужик такой, грамотный. Ну, мы неоднократно говорили, он любит поговорить, но он настолько вот все тонко объясняет. И он фишку мне такую сказал, говорит, почему, говорит, на гранулах, когда животное ест гранулы, вот птицы там все растут быстрее, потому что, ну, кстати, и едят они больше. Потому что гранула, как получают гранулы? Когда закинут в грануляторе, там за счет влаги, влажности, пара вот этого, вот гранула, зерно, оно запаривается. И получается, как бы, уже вот зерно может быть такое, типа вареное, что ли, готовое. И за счет этого, когда, ну, животные поглощают это, съедают, у них время на переваривание уходит намного меньше, и поэтому, как бы, ну, быстрый рост идет. А зерно, получается, они съели, там, птицы в зоб, потом пока это все переваривается, переварится, уходит время. Поэтому, как бы, на зерне растет медленнее. Ну, и, понятное дело, это будет все добавки, присадки, там, в зерне, там, ценности. Вот. И тоже, как бы, если, допустим, вот, отрабленную взял, запарил, отдал, они быстро съели, как бы, у них быстро это усваивало. Короче, ушло в пользу. Да, и будет рост больше. У нас есть только один нюанс, то, что у нас жарко, и много не запаришь. Запарил по чуть-чуть, подождал немножко, остыло. Далее, вот, поэтому я взял, как, подрабленную, у него, там, смесь уже есть, там, ретробил. Вот, они много дешевле получаются, чем гранулы. Потому что он, как-то, я этот гранулы запаривал, у меня свет тоже нужно как-то оправдать. И перекармливать гуру, оказывается, нельзя, они будут, они перестанут нестись. Они жиреют. Да, они жиреют и перестают нестись. У них яйца плохо формируются, вроде, я думаю, нюансы. Я и думаю, чего они в последнее время вообще не несутся. А потому что им, что, гранулы, гранулы, гранулы. Потому что мама стала жить. А мама, видишь, только пойдет в огород, в сторону города, видит куры. Ага, голодят, блин. А, они голодные, надо дать. А, они голодные, надо дать. Мама ведро флопа и высыпала, пока мы не видим. Потом через полчаса опять идет, смотрят, оба, голодные. Смотрят же на меня. А на 5 метров, оба, и, ой, 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 ой. А они сейчас реально тридцат в день. Это не нормально. Я вот собрала или как продала, два десятка. Два десятка продала, и вот недавно десяток. Вова приехал, Владимир. На окрошку забрал. Так что... Вех, вверх учесть. Сперва по поводу кормов тоже, как бы, надо тонко подходить. Он говорит, корма, в принципе, все животные, когда они все едят, не имеет значения никого, чем кормить. Не, ну не всегда же заваривать это надо. Это, допустим, когда завариваешь, когда у тебя, допустим, время свободное, когда ты, допустим, знаешь, что тебе там надо ехать косить траву, там практически на целый день, да, сготавливаться там этим, тем всем, то, конечно, ты же не будешь сидеть, дождаться, когда ты это запаришь. А когда дома, тогда, конечно, можно и немножко, и... В принципе, можно, вот, допустим, на утро, допустим, с вечера запарил. Утром дал. Я так же делала свиньи раньше, когда прохладно было. Делала свиньи. Ой, Кристинка звонит, нас потеряла с мамой. Летим. Ой, Кристин, мам, мы летим. Звонит Ладенька. Всем хорошего настроения и здоровья.